7 декабря температура на улице не опускается ниже минус 10. Погода для рыбалки не самая подходящая. Но это не остановило двух старых друзей рыбаков со стажем от поездки в село Заокское. Недалеко от берега улов был совсем небольшой. Плотва меньше ладони. И рыбаки решили поменять место. Я пробурил несколько луночек. Смотрю, мой друг, он немножко отдалился от меня. И после вот этого отдаления получилось так, что он начал бурить лунку и его просто не стало. В какие-то считанные секунды я понял, что человек просто провалился. Не было ни треска льда, ни плеска воды. Человек провалился под лед совершенно беззвучно. Василий понимал, что на спасение друга у него считанные минуты. Вот только веревка осталась лежать в ящике на берегу. Я за считанные секунды прыгнул в несколько шагов к нему, лег брюхом на лед и потихонечку начал вытаскивать своего друга. Раньше Василий работал в МЧС, так что действовал он четко и грамотно. Может, поэтому история спасения закончилась благополучно. Вот только неизвестно, сколько подобных случаев еженедельно происходит на замерзших водоемах города и области. Сейчас температура на улице минус 9 градусов. В свои законные права зима вступила совсем недавно. И лед только-только встал. Местами он настолько тонкий, что можно увидеть дно. На лед страшно наступить. Кажется, что можно провалиться в любой момент. Безопасным лед считается более 7 сантиметров чистого льда, который может выдержать человека. И тем не менее, не все рыбаки ждут, когда лед окрепнет. Многие пренебрегают элементарными правилами безопасности. Ну сколько лет рыбачите? Сейчас, конечно, с 87-го года. С 87-го года. Ну что ж, в ящик тяжело веревку положить, какую-нибудь с грузикой. Да, старайся с него. Толк-толк-толк-толк-толк-толк. Ну, где толстый? Ну, а вдруг товарищу надо будет помочь, спасти. Пытаясь, начинай с веревочки. Берите с собой хотя бы элементарные средства спасения. Положить в рыболовный ящик веревку труда не составит. Такая простая мелочь может спасти жизнь человеку. В опасной ситуации поможет и ремень, и даже обычный бур. Главное, не подходить близко к тонущему товарищу. В такой ситуации МЧС рекомендует упасть на живот и ползти к человеку. ГИМС МЧС России Паризанской области рекомендует любителям подлёдного лова рыбы брать с собой элементарные средства спасения. К таким относится веревка с грузом не менее пяти метров, чтобы в случае провала под лёд можно было кинуть человеку. Василий Суханов из этой истории урок для себя извлёк. Говорит, что впредь несколько раз подумает, прежде чем выходить на лёд. Я очень хочу сказать всем рыбакам такое наставление. Пусть у вас всегда, рыбаки, будет вся та техника под рукой, вот все те ремни, всё то, что не в ящике, как у меня вот в этой ситуации случилось так, чтобы вы долго не думали, вы просто могли из кармана достать это всё. Будьте все внимательны и осторожны, потому что вся наша жизнь, она зависит от нас. Но неужели должно произойти какое-нибудь несчастье, чтобы люди стали задумываться о своей безопасности? Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город»